Говорить о той теме, которая очень многих волнует, и почему мы здесь как бы собрались вот по теме роль нееврея в мессианском движении. Я думаю, что это очень много касается, и особенно очень четко мы выразили в тех повествованиях, которые говорил Семен, Валентинович говорил, Юткевич говорил, да, вот это Таная, которая в телемессии, насколько она важна, и насколько важна роль неевреев, и какая это роль в неевреев, в еврейском мессианском движении. Еще раз скажу, это одно целое тело мессии. И вопрос вот этот очень важный, мне понравилось, как Семен говорил о Орфе, синдром Орфе. Вот вроде бы Орфа все получила от семьи, еврейской семьи, и даже вначале плакала, говорит, не надо, не надо меня отпускать, я не хочу никуда идти, я буду с тобой, но по, знаете, вот по настойчивости Неомини, по настойчивости своей свекрови, она все-таки сказала, хорошо, я иду. И другая позиция, позиция Руфи. Вот сегодня этот синдром Орфы или Руфи, сегодня он витает в этом религиозном мире, потому что многие люди сегодня спрашивают о том, что происходит среди евреев, насколько мы должны вовлекаться в это служение, или это просто мимолетное такое веяние моды, красоты, как молиться на еврите, как звать еврейские танцы, как может быть, там еще еврейские какие-то прибамбасы, цицид, одеть что-то еще. Насколько мы должны это все делать? Некоторые за, некоторые против, некоторые осуждают, некоторые даже пишут книги, почему воскресенье, а не суббота, и еще другие какие-то вещи. И знаете, мессианское движение – это возрождение еврейской составной в теле Мессии. Я хочу как бы повторить, это восстановление или возрождение вот еврейской составной в теле Мессии. Которая в течение многих тысяч лет, ну там две, полторы тысячи лет, она была игнорирована, плюс она была пресекаема с нееврейской стороной, вышедшая в свободное плавание. Вот это состояние орфы. Я все научился от тебя, но я иду в языческий мир обратно к своим богам. Есть некоторые эксперты вот этой составной, которая своими корнями некоторым образом сегодня склонна уходить в этот первоначальный, можно будет сказать, мессианский иудаизм, который был развит после восхищения Ишуа, после его поднятия. И вот евреи, которые в начале этого, мы говорим так, века, или в начале этого первого века, они верили, что Ишуа является истинным Мессия Израиля. Он Мессия для Израиля. Мессианский верующий, мессианский иудаизм, хотя такого нету, как понятия, такой мессианский иудаизм. Либо это иудаизм, либо это христианство, то, что залог, основа христианской веры, которая говорится о мессии, поэтому говорится мессианское начало, мессианская вера, мессианская община, считает, что соблюдение Торы, закона Моисея является нормативом для мессианских общин. Если еще раз, я говорю немножко большую разницу между законом Моисея как таковым и преданием старцев и традицией, которые создались в течение сотен лет, для того, чтобы отрезать себя от того мессианского верующих, мессианских евреев, которые приняли Ишуа Мессию в первом веке. Это было намеренно отрезание и отделение от тех истинно верующих в Ишуа людей, которые изначально были евреями. Во Второзаконии 16 глава 13 стих говорит, «Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, левит и пришелец, и сирота, и вдова, которая в жилищах твоих». Я хочу, чтобы вы заметили, здесь очень часто мы читаем Писание, замечаем маленькие такие стрижки. Здесь говорит, «И раба, и рабыня твоя». Мы можем сказать, «А, там в левитах же всегда написано, что если твой брат не имеет ничего, он может себе продать в рабство». Но на самом деле здесь еще пишется о том, что и пришелец. Кто такой пришелец? Кто такой пришелец? Там, можно сказать, язычник. Тот, кто не из твоего народа, тот, кто не от семени Авраама, тот, кто не тот, кто по крови твоей, как брат можно назваться, но пришелец, и он говорит, «В твоих жилищах и празднуй, праздник ущей семь дней». Дальше числа 15-13 стих говорит, «Всякий туз и земец». «Туз и земец». «Зиома, ты туз?» «Туземец». «Так должен делать это, приносить жертву и приятное благоухание Господу». И понял, «Всякий туземец?» «Кто такой туземец?» «А?» «Ну скажите мне, а?» «Зиома, зиома, ты дома, принесите жертву, благоухание, хорошее Господу». «Это тот же иностранец, который не выговаривает ар, по-нашему, то есть не наш, не нашей крови, но когда он пришел, и с чузиземца будет туземец издалека, но тоже должен это делать. И если будет между вами жить пришелец, туземец, пришелец». Это про наполетян, наверное. «Или кто бы ни был среди вас, в роды ваши, принесите же эту приятное благоухание Господу, то и должен делать так, как и вы должны делать». Как он должен делать? Как и все. «Для вас, общество Господне, для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный, в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет перед Господом. Закон один, и одни права, да будут у вас и для пришельца, живущего у вас». Вроде проблемы нет. Для неевреев, которые там типа между евреями затесались немножко, есть небольшая как бы ситуация. Если праздники, то делать коголом, все вместе. Условия просты. Делаем с нами, делаем как мы, делаем лучше нас. И вот этот момент такой вот здесь, именно вот собирается, что вроде бы проблем нету для иностранцев, или же для чудесемцев, для других народов совместно с Израилем приносить жертву Господу. Вы видите какие-то проблемы? Я читаю из Танаха, я читаю из чисел, второзакония. И знаете, какие же ситуации? Все-таки закон о Пасхе является знаменательным законом. И что интересно, всякий раб, я читаю сейчас исход, 12 глава, 44 стиха. Всякий раб, купленный за серебро. Всякий раб, купленный за серебро. Когда обрежешь его, может есть ее. Я вроде почитал до этого, там написано было, что так как бы можно было всем вместе приносить жертву. А вот условия. Условия приношения Пасхи, участия в Пасхе. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не оставляйте от нее до утра. Не выносите мясо вон из дома, костей ее из... Не сокрушайте. Все общество, сыновый взрыв, должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец, захочет совершать Пасху Господнюю, то обрежь у него все мужское население. И когда пусть... И тогда пусть он приступает к совершению ее, и будет так природный житель земли. А никакой не обрезанной не должен есть ее. Здесь вот есть одна вещь, которая очень серьезно имеет влияние, особенно в еврейском мессианском движении, современном восстановлении составной тела Мессии, которую мы называем верующие, как из евреев, так и из неевреев. Что сделать? Вот это веяние новое, знаете, вот проеврейское, произраилеское, какое-то особенное, оно на самом деле от Бога, и оно должно наполнять сознание людей, что это возможно и нужно совершать праздники Господни вместе, и нет проблем в том, чтобы это делать. Но у Бога есть одно пожелание – обрезание. Я не говорю сейчас о плоти, просто это одна часть. Новый Завет говорит, обрежьте крайнюю плоть сердца своего. Это послание и пророков, и так далее, чтобы обрезано было сердце, самое главное. Все остальное, как бы, именно, это не самая важная часть, хотя важно. Вот в данный момент, где я читаю, это была важная часть. Но знаете, из язычников у нас всегда есть люди, которые приходят в мессианские общины, таких, я буду говорить так, пять категорий, пять категорий из язычников. То есть не евреи, которые приходят в мессианские общины, хотят присоединиться. Первая категория язычников – это которые, мягко говорят, как бы, анекдот. Ты еврей, а я не смог. Вот у вас что-то такое, евреи, что-то особенное. А я не смог, поэтому хочу быть. Хочу быть. Вот запомните, есть такие, которые приходят в мессианские общины, потому что они «хочу-бышки» такие, «хочу быть». Эти люди, это, он говорит так, не евреи, пришли к выводу, что Бог призвал их быть евреями. Встречали таких, да? Приходит к вам такой человек и говорит, «Я понял, что я должен быть евреем. Ты еврей, я не смог, может, вот это самое, может, получится». Каким-то образом. И к этому вопросу очень нужно правильно подходить. Они часто носят кипы такие люди. Ну, нет, Боря, ты кипы носят все основные, но не имеется в виду это. Как нормально. Нормально, он еврей. Но я тебе говорю, а те, которые не евреи, но хотят носить кипы. Иногда не желают быть полностью честны в своих мотивах и так далее. Они начинают выдумывать, что мне приснился сон, что я там из колена Ефрема, которая вообще как бы там и какого-то еще другого колена. Бог отдал мне откровение и так далее. Начиная какими-то хитрыми, такими вот завулированными вещами, ну, как бы, примазаться к этим еврейским вещам. Да, вот такие есть, такие люди. Но я хочу напомнить, что я говорю о роли неевреев в еврейском мессианском движении. Потому что даже быть неевреем в веревейском мессианском общине, это правильно, и будет говорить так вот, звучит гордо. Это не нужно быть евреем, или как бы стать евреем, чтобы быть в мессианской общине. Не нужно примазываться, нужно быть тем, кем ты есть. Вторая группа включает в себя язычников, неевреев, которые находят еврейскую культуру очень, знаете, такая, широкой душой, поэтично, музыкально, весело, хорошо, приятно, знаете, как мацу покушать, яблоки с медом, как бы вот это, какая хорошая традиция, особенно шаббат, детей вырастить, вот для себя, как это хорошо. Вот это примазывание таких вещей, такая группа людей тоже есть. Я сейчас не осуждаю, просто говорю, категории людей. Я буду говорить, как с ними работать, как им помочь не стесняться быть теми, кто они есть в теле мессии. Потому что часто я встречаю людей, которые, ну, вместо мной разговаривают, потом говорят, слушай, я не знаю, что делать. Я вот, ну, я чувствую, что я еврей, как бы вот, а вот евреи мне спрашивают, нагружают меня, мне, я не могу им что-то сказать, а я встречаюсь с христианами, они на меня наезжают, что ты туда ходишь в мессианскую общину, что я еврей. Нет, так ты что-то делаешь, что-то, как бы, как это так? Вот я там стесняюсь. Время пришло не стесняться. Знать свое место, которому призвал тебя Господь, это твое место. Это важное место, потому что очень серьезное. Третья группа людей, это люди, которые стоят в позиции, что Тора или Слово Божье равно как евреям, так и неевреям. Поэтому мы все едины и, как бы, нету разделения. Мы духовный Израиль. Все. Четвертая группа, это людей, это та, которая состоит из евреев, которые вышли замуж евреев или женились на евреях. Да, вот. И для них это люди особенные, потому что, вот на самом деле, вот этот момент, где, ну, любовь, она любовь. Что с этим делать, понимаете, да? И вот, и те, которые женились или еще замуж за евреев, имеют в себе ситуацию, где они, как верующие в Ишуа Месси или в Иисуса Христа, да, они выбирают путь более такому к еврейскому направлению, чтобы воспитать своих детей, воспитать поколение, как бы, так вот, в богобоязненном состоянии Торы, и для них есть место в мессианской общине. Вот к евреям пойти, как бы, так вот, как бы, ну, на что-то геютом приходить, бояться отказаться от Христа, да, вот такое. То есть, как бы, и еврею пойти в храм какой-то, или где-то в католический храм, или что-то еще, в какую-то церковь, тоже какой-то такой стрём небольшой. Вот для них какой-то есть, ну, середина такая золотая, да, где они находят в мессианском движении приют. Для них есть место таким людям. И пятое – это те неевреи, которые присоединяются в мессианское движение из желания, чтобы служить верой в Иешуа и непосредственно быть в отношениях с евреями, в мирном отношении с евреями, понимая важность своего положения, как в одном теле существует, как бы, так сказать, родной сын, да, и тот, кто приемный, тот, кто был взят. Вот они понимают это. Это не говорит о том, что они хуже или меньше. В чем проблема? В чем проблема вот такие, вот, знаете, нашего мессианского движения? Очень часто критикуют нас, особенно мне, знаете, вот не нравится, как это делается. Когда мы говорим «мессианская община», любая там, сколько человек? Там 100 человек, там 50 человек и так еще. Следующий вопрос – а сколько из них евреев? надо сказать «а сколько надо?» Мне понравилось, когда этот человек сказал «колько у вас человек в общине?» Ну, а двух до трех тысяч. Ну, сколько это? А? Это может быть два человека и что-то между трех тысяч. Может, это как бы хорошо. И вот когда-то вопрос задают «а сколько человек в общине?» сто, пятьдесят, или там триста, или тысячу. И сразу такой «ну, там не все евреи». Вопрос не в этом, вопрос очень серьезный, Божий вопрос, призывание, которое имеет человек относительно своей позиции в Боге и призвание к еврейскому народу, за что он стоит. Он не стесняется того, где он и кто он, как нееврей в теле Мессии. Вот этот момент очень важный. Именно вот проблема мессианских движений связана с вопросами соблюдения Торы не по иудейской позиции. Чаще всего, ну, там вы не настоящие евреи, а вас там Тору не выносят, там ее там не целуют, там еще не та самая, как бы еще. Ну, как бы вопрос именно вот мессианского движения среди евреев и неевреев, чаще всего, как бы такая, насколько мы хотим или мы исполняем Божье повеление, насколько мы Торо-исполнители, но основой не должно быть иудейское положение. Осложняется также влиянием или же пребыванием неевреев в наших общинах. По этой причине у немессианской составной сложается свой образ, а у иудейской общины ортодоксальной создается мнение, что среди всех нас всего лишь два еврея, которые еще более-менее куда-то могут уехать. По причине именно конфликта, насколько мы выполняем вот те повеления, которые сложились в течение уже сотни-сотни лет, насколько ортодоксальны. Но Бог не призвал нас быть ортодоксами. Бог не призвал мессианское общение, мессианское движение быть ортодоксами и даже не альтернативой кому-то. Он призвал нас быть теми, кто мы есть, и мы вот этим должны быть, знаете, наслаждаться этим положением. Первоначальное положение учеников Ишуа было очень простым. Они все были евреями. Они были евреями. И они понимали, что Ишуа является мессией. Это исполнение посповеления Божьих или же того обещания, которое Бог дал. У них на самом деле не было проблемы с язычниками. Как мы иногда думаем, у них была проблема. Если мы говорим о том, что они исполняли Писание, а мы понимаем, что они исполняли Писание или нет? Нет, мессианская община первого века. Она исполняла Писание? Конечно, не исполняли. И если говорить о том, что они исполняли, я прочитал только что вам о том, что иноплеменник или чужостранец имеет право участвовать в выслужении, поклонении Богу. Нет проблем. И самый простой вопрос сделать маленький геюр. Чуть-чуть вес убрать. Немножечко, совсем чуть-чуть. То есть, принять ту позицию, которая приняла Руфь. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Это призвание. Вы знаете, очень интересный момент. Вопрос же все-таки не геюра в то время было. Вопросы веры. На самом деле, во что верили? Когда приходил иностранец, то есть чужосемец, ему не говорили, ты понимаешь, там тебе надо просто обрезать, а потом... И вопрос у него, а зачем? Ну, так надо. Но, в самом деле, у них был другой вопрос. Я хочу быть участником того благословения, которое я вижу, что Бог предоставил вам. И этому Богу я хочу поклоняться, приносить жертву вместе с вами. Он говорит, да, ты веришь в это? Он говорит, конечно, верю. Тогда тебе нужно тоже поверить, что он сказал. И что он сказал? Ну, немножко так. Чик. И поэтому проблем у первой мессианской общины с неевреями абсолютно не было. Абсолютно не было. Знаете, Ишуа в Матфея 32... Ой, 23, извините. Делает послание, и он говорит послание к книжникам-фарисеям, называя их лицемерами. Равшау говорит, я фарисей. Я фарисей. По обучению. Я фарисей. Другими словами, я знаю закон. Я знаю то, что должно быть по-фарисейски. Ишуа говорит, секундочку, фарисеи, книжники, вы лицемеры. Вы лицемеры. И горе вам. Восемь раз в этой главе он говорит горе. Другими словами, там возглашение, на иврите возглашение скорби. То есть переживание о том, что религиозная маска, исполнение закона, привела людей в тупик. И он говорит, горе вам, потому что вы не понимаете, что Бог дал в Торе свободу, а не клетку, в которой вы остаетесь. И он говорит, горе. Горе вам, книжникам-фарисеям, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите, и входящих войти не допускаете. Он обращается не к язычникам, он обращается к религиозным людям. Он говорит, вы этого не делаете. Вы не входите. Дальше он говорит, горе вам, книжникам-фарисеям, лицемерно, что поедаете дома вдов, и лицемерно долго молитесь. Ой, многие из нас молятся даже долго, если будет сопровождение музыки. А попробуй помолить без музыки. Я вас умоляю, у нас не хватает даже двух минут. Поэтому сделали все дур, чтобы можно было хотя бы читать. Потому что, не запомните. И вот дальше, третий стих. Горе вам, книжники-фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случится, делайте его сыном Гиены вдвое худше вас. Вы обходите море и сушу, ищите кого обратить. Куда обратить? Кого ищут? Евреев? Так они уже часть закона. Они часть Моисеева обетования, которое там из законов Божьих, у них есть земля. Кого они ищут? Принцип Геюра – это найти и обратить. То есть, свобода исповедовать. То есть, еврейское призвание. Евреев было призванием быть светом в этом мире и достигать народы. Об этом говорят пророки. Их мотивация на самом деле была пророческая. Идти, говорить о Боге Израиле, говорить о законе, о свободе. И он еще говорит, подождите, вы его делаете хуже, чем сами. Причина, потому что вы его делаете участниками собственных человеческих упражнений и тех, может, преданий, которые у вас есть. Поэтому он говорит, даже горе вам. Горе, что вы даете десятины из тмина, там, мяты и все остальное. Потому что это Моисей вообще об этом не говорил. Он сказал, в общем, то есть, другими словами, десятина от всего. А вы там уже делаете тут чуть ли это самое, там, говорит, даже доить, чуть ли это бы, из комара вы пытаетесь уже забрать все, что у него там осталось. Неизвестно, крови какой-то. Вы понимаете, да? Так если, еще, говорит, секунду, вы ставите законы, которые не дают людям свободы. И вот здесь вот момент, что вы обращаете, то есть, вы производите геюр, вы обращаете из неевреев, из язычников и делаете его хуже себя. Потому что вы не даете им свободу. Вы вводите их в рабство, которое не полезно. Конечно, не буду перечисливать всех вещей, но очень интересная вещь, которую мы встречаем дальше. Юткевич сказал об этом о Петре, который увидел видение. Спит, и тут раз приходит видение. Встань, ешь, заколи и ешь. И он говорит, не, 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 не. Ничего чистого я не трогаю. Помните, о чем эта история? Или о ком эта история? Корнилий. Как это по-английски, хуй с Корнилий. Кто такой Корнилий? Ну, конечно, язычник. Ну, конечно, там, римлянный, итальянский полк. Ну, конечно, мужик это самое. Понятно, что язычник. Начальник. Вот знаете, вот, нормально, это хорошо, 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 хорошо. Смотрите, я хочу сейчас что-то в этом показать, потому что мы много и часто не понимаем вот то, что Бог делает или делал раньше. Вот с какого перепугу, вы скажите мне, Бог будет служить язычника? Не, ну, мы привыкли, боящийся Бога. Какого Бога? Мамоны. Мамоны тоже Бог? А где написано, что у еврейского? Ну, благотворительную ситуацию. Давайте будем в синагогу давать деньги, нам скажут, что мы праведники и едем в Израиль. Кто от этого очень сильно хочет? Ну, вы услышите? Итак, В Кесарии был некоторый муж имени Каролини, сотник из полка, называемый Италийский, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милостыней народу и всегда молящийся Богу. Он в видении ясно увидел около девятого часа дня ангела Божия, который пришел к нему и сказал ему, «Карнилия, да я знаю, что меня так зовут». Человек военный говорит, «Да, слушаюсь». Там происходит нечто. Я не зря прочитал то, что делали фарисеи, которые ходили от моря до моря, от посуши и искали, кого обратить. Из язычников или же неевреев в Израиле было много людей, которые по праву закона Моисея, было их неизволение присоединиться к народу и быть участниками благословения, благодати Божьей, которая изливалась на Израиль, несмотря что они были в плену. Вы представьте, они были в плену у римлян. Этот римлян молился Богу, Богу евреев. Вопрос, откуда он узнал об этом? Об этом Боге. И шел, и шел, наткнулся. Или ему от какое-то откровение пришло? Почему этот человек... Вот когда там 30 стих, Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился, теперь я с ним отчас. И в девятом часу молился в своем доме, и вот встал предо мной муж в светлой одежде, и говорит, Корнилий, услышана твоя молитва, милостыни твои воспомянуты перед Богом». Шой не еврею делать девятый час молитвы. Мы не обращаем на это внимание. Деяние апостолов, 3 глава, 1 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм час молитвы 9. Понятно или нет? Фарисеи. Сразу фарисеи. У евреев есть три части молитвы в день. Три молитвы. Это шахарит, утречняя молитва, минха, это дневная молитва, и маариф, вечерняя молитва. И вот на этот момент минха, молитва дневная, выпадала на 9 час. И вы мне скажите, шо этому не еврею нужно было делать в 9 час молитвы, как и все апостолы? О чем говорит это? Кто-то научил. Кто-то научил. Кто-то хороший человек научил этого не еврея вкусить вкус благословения Авраама, вкус молитвы, вкус даяния, вкус здоровья, вкус состояния, когда наслаждаться Богом. И он полной верой уверовал в того, которого не видел никогда, кому-то никогда не принадлежал. Он стал частью народа. Хотя Петр не узнал об этом ничего. Другими словами, когда он пришел, он не увидел этого человека в кипе, в талисе. И там потерявшийся баланс. Ничего такого не было. Хотя я могу, ну, как бы сказать, честно сказать, если по закону, то, наверное, его обрезали. Или нет? Мне не сказано. Хотя так, не, ну, мы как, да, те, кто не из евреев, так сказать, ну, что, мы не знаем, не написано, значит, не было. Это сейчас мы так живем. А если бы это было в то время? Если ты решил стать частью народа, если ты решил взять на себя ответственность, вносить бремена народа Израиля, приносить жертвы, молиться Богу, наверное, и берешь ответственность, как написано, ты должен его чик и обрезать. Но вопрос не в обрезании. Вопрос сегодня совсем другой, потому что, вот именно позиция неевреев в первой мессианской общине коренным образом стала отличаться от атаксальной позиции, которая в то время существовала, потому что Бог начал открывать нечто. Апостолы Иерусалимской и Иерусалимской общины обсуждали этот вопрос. Очень серьезно обсуждали. И, конечно, как Дима сказал, что, и что они делали? Они пошли дальше, как бы спокойно, успокоили человек нормальный, то есть, как бы нет проблем, Бог сказал, значит, все, можно идти дальше. Но на самом деле, когда Слово Божие стало распространяться дальше, и мессианская община, составная, вот, в теле Мессии становилась все больше и больше из других народов, стал вопрос, каким образом они прилипляются к вере? Каким образом? А им свидетельствовали о Ишу, о что он взял на себя грехи, хотя с Корнилием, видно, по что ему поговорили о том, что есть Моисеев закон, к которому он прилипился. Поэтому Бог говорит, пошли, там будет один человек, который придет, даст тебе и откроет тебе истину. И они все уверовали и крестились, потому что они уверовали в Мессию по обетованию и обещанию закона Моисея, по пророкам, который обещанный был. И это пришло спасение к язычникам. На самом деле, что Деяния Апостолов, 15 глава, вопрос язычников, не евреев, стал, он не ребром стал. Послушайте, он не стал ребром, потому что не было проблемы с самими язычниками. Была проблема, какой взять путь, путь ортодоксии или же фарисейства, которое там было, или взять тот путь, который Бог начал открывать для язычников по вере, по вере. Вот здесь момент такой, и я вам скажу здесь, когда они обсуждали, самое важное, мы забываем, что закон Моисеев от древних родов во всех городах имеет проповедующих его читается в синагогах каждую субботу. Там не написано каждое воскресенье рано утром. Мы не забываем, что вот здесь четыре позиции, чего не нужно делать, да, вот, а мы не видим, что здесь говорится о том, что в синагогах в субботу вы можете читать чуть-чуть больше и узнать лучше. «Тогда апостолы и пресвятые со всей общиной рассудили из братья среды себя мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, еврейского мальчика, прозываемого Варнавою и силу мужей начальствующих». Вот слово начальствующих это превосходных правителей, почитающих людей между братьями. Они были почитаемы между братьями и написав, вручив им следующее. «Апостолы, пресвятые и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников и дальше говорится радоваться письмом. Дорогим друзьям из Киликии и там других местах или там Сарциза или Хмельницка других мест радоваться. В чем? Мы вам сократили путь. Чтобы больно не было, мы решили сделать вам поправку. Смотрите, какая поправка. поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие иные, которые пришли от нас к вам, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезаться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То есть потом парисейки и какие-то еще, они принцип-то знали и пошли путем, который апостол говорит, подождите, но это не наш путь, потому что дальше говорит, что мы получили-то ибо угодно Святому Духу и нам, и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимо и воздержаться от идола жертвенного крови удавленной блуда и не делать другим того, чего себе не хотите. Вот вопрос, а что такого другим не хотим делать? Если вы поедете сейчас в Африке и в других местах, например, в дальний или ближний восток, если вы их не веры, то для них за счастье вас кинуть? Да? Поедете недалеко в Одессу? Да? Как за счастье, что ты лох? Тебя можно кинуть было? Так что не делать? Если для меня счастье кого-то кинуть, так что это правильно? Вот вопрос, есть такой момент, именно знаете, четко так интересного другим того, чего себе не хотите. А как узнать то, что я себе не хочу? Ну, у нас есть люди, которые очень странного поведения, которым всегда нравится, что их унижают. Садо, 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 садо. их бьют именно вот их нравится, поэтому они бьют тоже. Как найти? Как найти? И ответ очень простой, потому что в каждом городе, в каждом городе будут проповедники, Торы, которым ты научишься. не говорится закона Моисея как бы вот в том понимании, как фарисеев и так далее. А закон Моисея в сущности своих десяти заповедей. И там ведь почитайте очень много интересного в законе Моисеева. Очень много. Когда ты берешь, например, когда ты берешь на войне захватил там себе рабов, и она будет девица, там ты взял, ты ее взял, ты ее взял, то ты не можешь ее отпустить просто так. Ты должен заботиться. Вы понимаете, да? А у нас многие не сошлась любовь, то как бы извините, нелюбивая она мне. Соблюдая сие, хорошо делайте и будете здравы. Будьте здоровы. Ой. Но произошла ситуация, которую многие не ожидали. Из такой позиции мессианских общин, которые, особенно верующих евреев, которые отличались целиком от фарисейской, мессианские верующие стали, мы словом не шумим, врагами иудейской, ну, вот это особенности, которая выражалась в фарисействе. И чем дальше по времени происходило, то мы видим, что язычника, из язычника становилось больше, чем тех евреев, которые были отвергнуты собственными братьями, которые противоположного понимания относительно еврейской или составной. Что это должно было быть? Это привело к исторической христианской церкви, которая в свое время отвергла все еврейские принципы из понятия составной евреев и неевреев вместе. Но как пришло то время, мы знаем история, она повторяется, но вдруг в какой-то момент искорки надежды стали проявляться. Мартыр Лютер, который сделал реформаторское движение, вы знаете, он читая римлянам, которое на самом деле послание я читаю, что евреям, не просто там язычникам, а еврейское послание, потому что там написано о том, чтобы спровоцировать евреев к вере в Бога, там говорится о том, что неевреи привиты, привиты между евреями. Эта реформация положила основание веры, что человек спасается не делами, а верой. И есть заблуждение, что многие евреи, которые пытаются исполнять закон, они пытаются исполнить закон, и они не верят, просто делают, потому что надо. Но хочу разубедить таких людей, потому что чтобы что-то делать, нужно в это верить. Вы не садитесь за руль автомобиля, и говорят, я знаю, как она едет, заводись, а теперь поехали. во-первых, можно, надо верить, что там есть ключ, а ключ для того, чтобы вставить замок. Надо поверить, что если ты повернешь этот ключик, машина заведется. Но можно сидеть, она заведется, нужно верить, там есть передачи. И вот момент здесь в евреи все-таки верили, что Бог дал им Тору для того, чтобы пришло освящение их. Без веры угодить Богу невозможно. И все приносящие жертвы были по направлению к Иисусу Ишуа. И которые приходили к Ишуа должны были поверить, что его жертва была в самом деле жертвой веры. Как и в те времена, когда приносились во время Моисея. Вы думаете, что-то не нужно было верить, когда вы приносили овцу и хотели за свое прощение получить Божию милость? Нужно было возложить руки, нужно было верить, сказать, Господь, все свои грехи я возлагаю на эту овцу. И я верю, что когда она будет вознесена в Богоухане, мои грехи будут очищены. Нужно было верить. И сегодня так же само. Никто из нас еще не видел, но мы приходим к Нему и нашей веры, мы возлагаем на Него наши грехи. И мы говорим, ты агнец Божий, и мы верим, что ты взял наши грехи и вознес на Голосы крест и покрыл и простил нас посредством крови, которой мы верим. Вот этот момент Мартин Лютер понял, что именно составное понимание евреев помогает разобраться с верой в Бога, что заработать ему интульгенции или там деньгами невозможно, Бога нужно верить. И вот он пытался, чтобы сделать евреев и не евреев как-то составной частью, но не получилось. Какие перед нами стоят задачи? Вы знаете, в начале восемнадцатого столетия или там может быть девятнадцатого столетия Бог начинает восстанавливать неожиданно еврейское мессианское видение. Мы не будем говорить о Рабиновиче, Марцинковских, Овербаха и Розенбергах. Это еще одна история в жизни еврейского народа, которая привела к великому пробуждению. Я вам скажу, в чем секрет и суть. Мы видим, как реформация происходила и мы понимаем, что Лютер сильно разозлился на евреев, что они не принимали Евангелие. И что он даже в своих тезисах говорил, что нужно их уничтожать, бить, гнать, на работу и все остальное. И Гитлер взял за основу своего уничтожения евреев. Но с этим пробуждением пришло нечто новое, когда евреи уверовали вешуа в мессию и выразили это в еврейском, в еврейской форме в начале, вот к концу 18-го столетия. Оттуда начинается что-то особенное. После начала восстановления еврейско-мессианской составной в теле мессии происходит нечто. 1901 год начинается излияние Святого Духа на Азуза стрит. Настолько было сильным это движение, что люди за несколько километров, которые подъезжали к Сан-Франциско, они просто непонятно в части ноги падали под силой Духа Святого, получали исцеление, происходило крещение Духом Святым. Настолько сильно это было движение. Мы видим, что после именно начала восстановления еврейской составной мы замечаем, что происходит восстановление Израиля в 48-м году как нацию. Мы видим другие пробуждения, которые связаны именно с этой частью. Бог восстанавливает части мессианского движения. И неевреи занимают в этом теле очень важную позицию. которую никому не нужно бояться. Книга Ефесянам очень много затрагивает вопросов единства иудеев и не иудеев, неевреев. Евреи и неевреи должны оставаться подлинным в своих этнических позициях, кто они есть. Роль неевреев заключается очень важным в том, что они становятся частью Божьего строения относительно Ефесянам 2 главы, что они на самом деле стали соучастниками и не нужно пытаться быть евреями. Не нужно. Не нужно быть или пытаться быть евреями, но становиться частью того, что Бог делал. Павел дает четкий и значительный ориентир, когда он говорит о том, что именно что те, кто призваны необрезанными, пытайтесь не обрезывать. Если вы призваны обрезанными, не пытайтесь по-гречески немножко там что можно добавить к себе. Клея же не было. Неевреи и мессианское движение имеет как минимум две библейские роли в теле Мессии. Одна заключается в единении с Израилем. Основная часть, две части есть для неевреев. Первая это соединение с Израилем и в поддержке даже финансовой. Римляна 15-25 говорит а теперь я иду в Иерусалим чтобы послужить и святым ибо Македояние Ахи усерствовали некоторым подаянием для бедных между святыми в Израиле. Большая часть это. И следующее другая это спровоцировать неверующих евреев в зависти об их Боге Боге Авраама. Каким образом первое это помощь. Помощь быть в теле Мессии не осуждая никого и будучи неевреем держать четкую позицию что ты не еврей но не то что ты любишь евреев а то что тебя Бог призвал быть частью в этом теле. Второй значительной роль язычников чтобы способствовать для Израиля возродить вот эту ревность каким образом оно возрастает я вам скажу честно исполни например заповеди которые дали апостолы удаляться никаких идолов никаких идолов а есть идолы у многих неевреев христиан как насчет блуда я не говорю сейчас в заповеди Моисея я говорю апостолов как насчет удавленного ну гадость какую-то кушать удавленное а насчет крови я вам говорю скажите это какому-то христианину который тоже любит сало и для него кровянка как бы дело ты не убедишь что это как бы не по писанию это апостолы апостолы писали мы говорим роль неевреев в еврейском мессианском служении даже эти четыре заповеди когда начинаешь исполнять их и особенно от ту заповедь которая говорится о субботе она возбуждает ревность у евреев потому что мы не во первых не исполняем ее по традиционной ортодоксальной системе самого шаббата поэтому когда ты приглашаешь не евреев к себе на шаббат и ты делаешь по божьему по представлению топодоба по писанию но не по ортодоксальных вещах которые там мелочи за мелочи два часа нужно будет изнеможение у них происходит нечто подожди у этих не евреев они шаббат делают а у нас не так и сразу вспоминают детство как у них делались дедушки бабушки и заставляют их двигаться искать Бога это роль для многих не евреев ибо когда мир свою мудрость не познал Бога и в премудрости Божьей то благоугодно было Богу юродством проповедь спасти верующих ибо иудеи требуют чудес а елена ищет мудрости хотите достигать евреев молитесь за них не еврейская составная у вас есть то что многие евреи ищут вера в Бога вера в Бога который исцеляет освобождает дает силы чудотворит у вас есть то что у них интересует это роль не евреев я правильно читаю или нет и мы проповедуем Ишуа распятого для иудеев с область а для елена безумие какой-то наоборот составляющая для самих же призванных иудеев и еленов мессию Божью силу Божью премудость исполняем Аллилуйя вы скажете как объяснить мне не еврею евреям почему я праздную субботу есть такой вопрос и многие кто будет смотреть на субботу ну как я объясню что вот потому что делаю шаббат и как бы там спокойно меня спрашивают чего ты это делаешь зачем это делаешь у меня к вам есть очень библейский основательный ответ Исайя 56 6 и 8 из сыновей иноплеменников присоединившийся к Господу как вы думаете те христиане которые уверовали что Иисус есть Господь они присоединились к Господу или нет или нет может не присоединились может чуть-чуть беременны может чуть-чуть потому что дальше говорит чтобы услужить ему они служат и любить имя Господа быть рабами его всех хранящих субботы от осквернения Боже мой что-то мы не так читаем тот же Исаик который писал об Иисусе Ишуа что он агнец который взял на себя наши немощи болезни и так далее то что мы цитируем о том что мы исцелены крови Ишуа Мессию мы получили победу и вдруг мы забываем что здесь написано я приведу на святую гору свою и обрадую их в доме молитвы друзья я вас просто убеждаю в том что не стесняться в том что вы как может быть многие неевреи которые присоединились по причине разной причине к Богу особенно к еврейской составной вы хотите исполнить ваше предназначение спокойно исполняйте заповеди особенно например в субботу если кто-то вас спросит вы что еврей нет а что же ты это делаешь а я исполняю что Бог сказал еще 700 лет до рождения Мессии не имею права имею тогда когда мы имеем основания говорить о том во что мы верим а не так ну а где написано что надо воскресенье мы не спорим мы не спорим разницы нету какой день служить нету разницы я говорю о том что когда мы открыты отождествления с еврейским народом мы берем основание писания Господь Бог собирающий рассеянных израильтян говорит и собранным у Него я буду еще собирать и других как других он говорит собранных израильтян и других буду собирать одно тело еврейские и нееврейские верующие должны работать вместе чтобы защитить наши отдельные личности которые Богу очень важны каждый из нас личность мы разные и если неевреи призваны в тело Мессии вы гордитесь тем что вы не евреи и не нужно стесняться этого в еврейском мессианском движении вы исполняете Божью полноту из двух сделать одно целое существует особенно большая потребность верующих из язычников или неевреев которые себя тожествляют именно так как они себя чувствуют неевреи но в мессианском еврейском ключе помочь остатку Израиля уверовать через свою ревность я считаю что первым шагом является признание того что евреи и неевреи имеют свою отдельную роль в теле мессии но это не два тела нету еврейского тела и языческого или христианского тела есть одно тело мы также должны учитывать различные группы которые я вам перечислил особенно те кто я хочу проблема должна быть разрешена с этими людьми потому что чаще всего эти люди которые я хочу они в мессианских общинах всегда недовольны тем что мы недостаточно еврейские а другие которые чересчур говорят а вы чересчур нееврейские или там еврейские вы нас нагружаете и вот этот недовольство которое я хочу вот хочу быть евреем вот хочу быть заставляет их копать в сторону ортодоксии которая не является на самом деле вот библейской она реформировала чтобы защитить еврейский народ но не отдать свое спасение поменять на то чтобы быть евреем быть евреем я встречал столько этих людей ради того чтобы уехать в Израиль другую страну из Украины они готовы были пойти в синагоги принять гиур начинать курить отрастить бороду лопату колен пейс и все остальное когда человек видел что он был изменен принял Ишуа он сиял то когда с ним сейчас общаюсь это просто страшные люди которые тебя поносят говорят на тебя наезжают и думаешь что они евреи может быть гиур прошли но сердце далеко от Бога далеко от понятия что за все нужно дать отчет и я хочу говорить что не еврейского в том чтобы принять Ишуа своим личным спасителем если я задам вопрос что не еврейского вы на самом деле никто не может ответить на этот вопрос Ишуа не запрещает молиться Амидой и другими молитвами не запрещает Шахарит Мариф не запрещает хочешь кашмут пожалуйста кашмут ты хочешь пожалуйста кашмут то есть нету проблемы почему Ишуа не может быть принятым как бы вот как как он есть группа которая из язычей которая пользуется еврейским колоритом мессианском стиле знаете поклонения должны быть осторожны чтобы не путать этнос с заповедями Торы вот встречали таких людей их еврейская музыка и башни срывают понеслась душа в рай вот знаете вот нельзя путать этнос который у нас существует тот колорит который у нас существует с тем призванием той частью Торы который есть надо жить именно с Божьим словом это важность Тора обращает внимание к еврею что он является светом этому миру не этнос группе которая хорошо веселится не кто-то рассказывает и мы хорошая мишпуха давайте начнем сначала он свет это важность у них есть проблема с тем что может быть это все завести в тупик одни танцы и больше ничего группа которые верят что евреи неевреи подходят под одну грибелку Торы имеют также проблему с тем чтобы стать чересчур иудаист иудейскими эти вот законы нужно быть в общине молитвы седуры и все остальное я понимаю что нам необходимо нам нужно знать что такое седур нам необходимо знать принципы молитвы но если вот этот момент не трегулировать вот эти неевреи они становятся знаете вот как бы частью такого движняка которая не благополучна для многих общин неевреи которые женаты на немессианских евреях как бы неевреи с евреями их надо просто направлять что воспитание детей исполнение заповедей из праздников является их частью и их надо выполнять с благоговением а не с принципами ты должен праздники принципы праздников или что-то еще не спасая спасает мессия прощение грехов все остальное подчеркивает его величие его благость даже его будущее что он имеет к народу и к всем верующим остальных и конечно же очень важно те кто решил следовать мессианском движении по причине того что Тора призывает меня быть частью народа в моем нееврействе то есть не имеется ввиду мое этническое нееврестие языческое но не язычники я не люблю говорить слово язычники язычники которые не верят в Бога те кто верят что еще есть Господь но не евреи по этносу они соединяются вместе потому что это правильно это по Писанию вот эти люди смогут балансировано смотреть в будущее и не нужно стесняться и кроме того мы должны заложить основы Нового Завета через Тору для братьев и евреев и неевреев вместе у меня есть предложение сейчас я знаю что я взял очень много времени но хотел именно подчеркнуть важность служения неевреев в еврейском служении чтобы не было такого было четкое положение это нормально этим мы выражаем будущее я бы хотел бы сейчас чтобы мы помолились в этом направлении чтобы Бог убрал какое-то ложное мнение ложное понимание почему мы находимся например в еврейско-мессианской общине что нас влечет что нас двигает Бог или какие-то такие этносы или же какие-то принципы или какие-то может желания хочу чтобы Господь сегодня на самом деле менял нас менял нас евреи которые в мессианском движении которые должны исполнить Божье призвание вешуа мессии и не евреи частью одного целого что Дух Святой здесь чтобы нас сделать одним целым эхад я пашу что мы сейчас стали наши ноги я верю что под действием Духов Святого Бог направит нас на это исцеление я это я Субтитры создавал DimaTorzok